Итак, приветствую вас, уважаемые зрители и читатели интернет-ресурсов Мегаобзор.ком. Сегодня я хочу представить вам репортаж с производства светильников светодиодных от компании LEDEL. Эта компания базируется в Казани, и, если честно, для меня стало это большим открытием, то, что производство с такой хорошей организацией существует в моем родном городе. Сама компания была создана в 2007 году. В рамках видео я вам продемонстрирую процесс создания светильников от начального этапа до уже конкретной финальной сборки. Думаю, будет интересно. Видео очень насыщенное. Итак, начинаем. На профилях светильников, которые вы тоже увидите, они в свое время были тоже революционными. Сейчас они выглядят достаточно убого, скажем так. Соответственно, Артем уже начал разработку следующего поколения светильников, который будет после этого. Просто процесс он постоянный, а что касается новинок именно по светодиодаче, по электронике, это постоянно меняется. Вот в старом корпусе драйвер менялся, наверное, раз в 10 точно. Уже даже в новом изделии, уже сейчас мы ведем переговоры о новых поколениях. Ну, драйверы, это скорее нечто внутреннее. То есть, светодиоды, это внешнее, то, что влияет на то, что... Светодиоды обновляются, как только выходят. Ну, я уверен, они обновляются. Это единственный светильник уличный, трассово-магистральный, который сделан как цельная отлитая деталь и имеет вот такие вот каналы прохождения воздуха. Все остальные таких каналов не имеют, и поэтому размер их гораздо больше. По 18-19 килограмм. Это самый легкий светильник, самый маленький, в такой мощности, который дает 35 тысяч львов. Мощность у него 330 львов. Сейчас мы пройдем сначала к автоматическому установщику, потом от него уже будем идти по процессу сборки самого драйвера. То есть, как все это дело собирается? Этим занимается с утра до вечера. Это начальник вот этого отдела, который делает вся автоматическая линия. После автоматического установщика, вот эти графики, как вы видите, температура выдерживается крайне точно. Вот сейчас едет плата, которая как раз сейчас проезжает внутри. А, показывает ее путь, да? Да, да, это вот сейчас где проезжает, где находится плата сама. И, соответственно, вот эти температурные графики уникальны для каждого вида плата и компонентов. То есть, в дальнейшем, я вам покажу, что вышло из него. Ну, это уже установлено, сейчас уже спаялось, пока мы с вами стояли. Все, платы готовы. Их разделяют на специальном разделителе. И фактически плата готова. Вот так работает автоматическая линия. Дальше она устанавливается уже непосредственно в светильник. Как вы заметили, задняя часть алюминиевая. Это делают не все производители. Это нужно для того, чтобы эффективно рассеивать тепло, которое выделяет светодиоды. Потому что вы видели, что корпус светильника это фактически радиатор. Который... Какие части алюминиевые вклады вообще? Плата алюминиевая, покрыта полиамидным слоем. И сверху на полиамидный слой нанесено электрические уже дорожки и различные надписи. Да, на самом деле, все. Защищают нервные светодиоды от бросков напряжения. Это драйвер, это источник тока. Тока не просто источник напряжения, а источник тока. То есть, все компоненты, каждый компонент, который здесь установлен, имеет свой паспорт и свою стоимость происхождения. То есть, мы можем осветить, откуда он приехал, кем он был сделан. И, соответственно, гарантировать качество. Если спаять этот же драйвер из компонентов неизвестного происхождения, он будет стоить в 4 раза дешевле. Работать он будет так же первый, может быть, год, может быть, два. Потом начнутся проблемы. Насколько это огромная машина. То есть, у нас получается, что светильник состоит с дополнительностью литой части и высшихся. Фактически, да. А, еще снизу литая линда. То есть, фактически светильник состоит всего из четырех металей, который обеспечен герметично всей конструкцией. То есть, это просто, это удобно, не надо ничего никуда вставать. Потом все это дело покушаем. А она уже не заменяемая, эта подкласска, да? Параметры, дата выпуска, ОТК, который выпустил сюда драйвер, номер спайщика, который его паял. И версия самого драйвера уже пришита сюда. Скоро времени будем делать RFE-метки. Это радиометка, которая позволяет проводить по 1С и, ну, типа штрих-кода, только лифтинг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова